История эта, наверняка, знакома всем, кто читает новости или даже смотрит телевизор, а для тех, кто не в теме, расскажу более подробно. В Подмосковье, в Ногинске есть такое предприятие, как ОАО «Хлебокомбинат». Оно известно тем, что самое предприятие начало существовать с 1929 года, пережило Великую Отечественную войну, пережило лихие 90-е и даже приносило прибыль в кризисные 10-е годы нашего века. Однако, 15 сентября 2019 года города работа завода встает по указанию собственника, а 25 октября все работники предприятия, а это, на секундочку, более 700 человек со своими семьями, проблемами и долгами, приняли решение не уходить с рабочих мест, а объявить голодовку. В неотапливаемых цехах, без еды и света, лишь с одной целью привлечь внимание общественности. Оказалось, что рабочим не платили зарплату с мая 2019 года, у 80% работников заработная плата серая, минимальный размер остаток в конверте. Но даже с такой системой, изначально незаконной, руководство задерживало выплаты по белой, мизерной части, отбиваясь грошевыми выплатами. Вишенкой на торте является то, что, пользуясь ситуацией в пищевой промышленности, участия работников вовсе не было трудовых договоров, чем руководство предприятия планировало воспользоваться. Но, дело получило резонансную огласку. Заработали органы, подключились общественные организации. И, как ни странно, это дало свои плоды. Как сообщает интернет, уголовное дело заведено, главного бухгалтера и генерального директора уже задержали, с работниками работают общественные организации, нанявшие юристов с действительно бесплатной юридической помощью для пострадавших. Отдельное видео с Ютуба вот здесь. История из жизни. Но вся эта история так и осталась бы обычной газетной историей, если бы косвенно я и мои коллеги не были к ней причастны. В самом начале своей карьеры я работал помощником адвоката в одной из компаний для своих, то есть клиентов с улицы брали очень редко и только за очень большие деньги, которые младшие юристы, естественно, не видели. Владелец этой компании, Георг, имя изменено, часто проводил переговоры с открытой дверью в кабинет и мы, помощники старших, часто слышали предложения, стратегии, иногда торг о стоимости услуг. Так вот, помню пришли какие-то серьезные дяди, долго общались в кабинете, потом открывается дверь, они мило прощаются и уходят. Георг сидел минуты три, потом вызывал всю команду, восемь человек и спокойно сказал, оставайтесь до конца людьми, кем бы вы ни работали. Младший партнер, в недоумении спросил, Георг, в чем было предложение. На секунду у руководства свело мышцы на лице и внезапно чашка с кофе полетела в стену. Георг вздохнул и сказал, я много чего делал в этой жизни, но банкротить хлебозаводы я не буду ни за какие деньги. Бизнесмен, переживший 90-е и дважды раненый, избежавший посадки и обслуживавший серьезных людей отказался банкротить хлебозаводы, а кто-то, через пять, черепа бери, лет, согласился. Вместо итога, а итога не будет, мы видим, с одной стороны, как под влиянием руки рынка и рынка труда люди были вынуждены нарушать закон с умолением своих интересов и, как следствие, прибегнуть к крайним мерам для защиты своих прав. А с другой, кощунство. Банкротство предприятия, производящего один из самых ценных ресурсов – хлеб. Предприятие, кормившее население еще до рождения дедов нынешних игроков рынка и уж точно принощие больше пользы, чем яхты, виллы и коттеджи на Рублевке. Спасибо всем, кто дочитал статью, надеюсь, что она была вам полезна. Приглашаем в наш телеграм-канал и приглашаем поддержать нас подпиской. Оставайтесь людьми в любой ситуации и защищайте свои права до конца. Спасибо всем, ваш карманный юрист.